Вечная память героям Советского Союза В Нижнекамске состоялась церемония Закоронения останков бойцов Отдельного 80-го лыжного батальона Сегодня утром сотни сотрудников промышленного сектора Не могли попасть на свои рабочие места вовремя Вместе с обильным снегом Нижнекамск начали возвращаться огромные пробки И в течение 21-го года Завершить строительство 100 миллионов рублей на экологию Именно столько выделил Нижнекамск Нефтехим на модернизацию станции очистки воды До глубины души меня тронула Сила воли детей Из города Ленинград Они до конца держались Не опускали своих рук Марш памяти Нижнекамцы готовятся к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне Сегодня утром сотни сотрудников промышленного сектора Не могли попасть на свои рабочие места вовремя Вместе с обильным снегом В Нижнекамск начали возвращаться огромные пробки В чем причина происходящего Знает Иван Ребцов Наш корреспондент Ему слово С приходом снежных дней На Соболековской трассе Все чаще образуется километровая пробка Сегодня не стало исключением Добраться быстрее до места работы Не получилось и по дороге БСИ-НТЦ Там тоже образовался затор Фотографии и видео последствий снегопада Заполнили городские паблики Ситуацию прокомментировали в ГИБДД района Причиной сегодняшней пробки На Соболековской дороге Послужили мелкие ДТП Вызванные погодными условиями А также другими причинами На 12 часов 31 января Зарегистрировано 10 ДТП В Нижнекамске и в Нижнекамском районе В частности на Соболековской дороге Зарегистрировано 4 ДТП В данных ДТП никто не пострадал На уборку улицы Нижнекамской И придомовых территорий Сегодня вышло почти 60 единиц техники И 700 дворников На дороге вдоль первой и второй промышленных площадок Работало 5 машин Синоптики сообщают Что в ближайшее время снегопад не прекратится А ветер еще только усилится Во избежание ДТП Автоинспекторы советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы Иван Рыбцов, Гузель Вазиева, Влад Семагин, НМЕДИЯ Нашумевшую историю с Нижнекамским агентством недвижимости Триумф НК Которая задолжала 29 миллионов рублей горожанам На этой неделе получила новые подробности Ситуацию наконец-то прокомментировали представители Триумф НК До этого они отказывались давать интервью Решение встретиться с журналистами Было принято после очередного массового всхода Горожан к дверям агентства Для тех, кто еще не знает Нижнекамцы безрезультатно оббивают пороги агентства Долгое время вкладчики не могут вернуть горожанам кровно заработанные Обращения в полицию, прокуратуру и в суды Тщетные люди за помощью обратились в местные СМИ В ходе встречи с журналистами Специалист по связям с общественностью Триумф НК Эльнур Зайнулин заявил, что всему виной паника Которую спровоцировала многим известная пирамида Кэшбри В пик ее популярности пайщики решили одновременно вывести свои деньги Как только активно начали работать специалисты По привлечению денег в эту пирамиду Сняли ориентировочно 80 миллионов После этого эти же люди к нам приходили И говорили, зачем мы нам отдали деньги, деньги просто пропали Ситуация сегодня приняла настолько крупные масштабы Что определение причины случившегося мало что изменит Реальность не радует Свыше 400 обращений в полицию и 300 заявлений в суд В данное время там находится 173 дела Ильнур Зайнулин уверяет, что деньги отдаются всем пайщикам Кто обращается с заявлением в агентство недвижимости Долги перед нижнекамцами обещают закрыть до конца 2020 Но люди мало верят в такого рода обещания Уже теперь я поняла, что это просто мошенничество Тут она с шайкой мошенников Дочка с мамочкой со своей Милиция сегодня приезжала Они даже двери не открыли Вообще никому Какая будет реакция, результат я неизвестна Но вообще я хочу заявить, что это просто мошенники Их нужно привлечь к ответственности К другим важным темам этой недели 100 миллионов рублей на экологию Именно столько выделил Нижнекамск нефтехим на модернизацию станции очистки воды Сейчас там ведется монтаж новой насосной станции Которая позволит повысить мощность и качество поставок воды в город Но это еще не все Также с прошлого года идет активная замена угольных фильтров на конечном этапе водоочистки Сов питает город качественной водой более 12 лет За это время с момента создания станции многое изменилось Улучшили оборудование, нарастили мощность и резервы Что позволило повысить энергоэффективность и снизить потребление природных ресурсов Все это стало возможно благодаря всесторонней поддержке Нижнекамской нефтехима и группы компаний ТАИФ Однако на этом Сов не собирается останавливаться И уже в этом году начинает монтаж новой насосной станции Строительство планируют завершить в 2021 году У нас с 2019 года запланировано строительство насосной подачи речной воды Она входит в программу строительства СКО Нижнекамской нефтехима С целью освобождения мощности станции очистки воды Для подачи речной воды к нам напрямую с водоводов, которые идут с Красного ключа На этом улучшение Сов не заканчивается В конце прошлого года стартовала замена угольных фильтров Которые выполняют последнюю и ключевую роль в процессе очистки воды Сегодняшний день стал знаковым в разрезе не только недели, но и всего наступившего года Причем для всей республики сегодня в Нижнекамске состоялась церемония захоронения останков бойцов Отдельного 80-го лыжного батальона Мероприятие стартовало на площади Победы Туда отправилась и наша съемочная группа 31 января 1942 года в полдень начался ожесточенный бой в 5 километрах от города Великие Луки Месяцем ранее туда из Казани был отправлен 80-й лыжный батальон Уроженцы Башкирии, Пензенской, Калининской и Ленинградской областей Выходцы из Татарии, всего 560 человек Из них лишь 182 бойца смогли осилить дальний зимний путь в 300 километров Остальные не вынесли мороза и холода Еще половина полегла на поле сражения То, что сейчас вы видите на своих экранах Точное восстановление и реконструкция тех страшных дней в Псковской области Нижнекамскому поинсковому отряду «Поиск» 5 лет назад удалось обнаружить останки бойцов 80-го отдельного лыжного батальона Раскопки велись всего в 12 километрах от города Великие Луки Тут же начался поиск родственников погибших воинов Удалось найти родных и близких у 14 красноармейцев из 22 8 бойцов были уроженцами Татарстана Сегодня внуки, дети, братья и сестры приехали в Нижнекамск, чтобы проводить своих героев в последний путь Вообще просто по коже мороз был, незабываемый Мы наше время разыскивали, все время где-то вот искали фамилию, искали имя Но фамилий очень много похожих А вот Алексея Александровича не было А теперь нашелся он Больше трех лет прошло, поэтому сейчас я чувствую тяжело описать Но вообще, конечно, был так и шок некоторый И, скажем, даже неожиданно И где-то даже радость была, что вот все-таки мы теперь точно знаем, где что и как Да теперь вот, теперь как бы и тоже сейчас тоже сложные чувства На церемонии погребения присутствовал и поисковый отряд «Нефтехимик» За 15 лет своего существования его участники подняли останки более чем 800 бойцов Также отряд плотно контактирует и с коллегами из поиска Они совместно выезжали в экспедиции и плечом к плечу выполняли одно общее и важное дело Поисковики никогда не соперничают, потому что все-таки это святое дело Поднимать останки, поднимать, устанавливать личности погибших солдат У нас были совместные экспедиции Мы ездили совместно в Таганрог и ездили совместно в Туапсе Были совместные экспедиции В целом у нас очень хорошее отношение К слову, поисковый отряд «Нефтехимик» уже завершает работу над своим новым музеем При поддержке Нижникамс «Нефтехима» Компании всесторонне помогают поисковикам Все найденные экспонаты во время раскопок будут храниться здесь Желающие смогут окунуться в атмосферу того военного времени И узнать историю, глядя на находки Руководство Нижникамс «Нефтехима» не оставило этот знаменательный день без внимания С корзиной цветов в руках они отдали дань памяти землякам, погибшим под городом Великие Луки Мы все видели импровизированную инсталляцию того, как проходил последний бой Наших войнам, которых мы сегодня предаем земле под Великими Луками Это тоже большой труд и большая работа и большая заслуга поискового отряда городского Вы знаете, ком в горле стоял, видя, осознавая то, что такие же молодые ребята Также любили жизнь, строили планы на будущее, имели семьи, детей Но тем не менее заплатили самую высокую награду в свою жизнь Для того, чтобы мы могли жить, развиваться А самое главное помнить этот подвиг И делать все для того, чтобы не допускать ни двойных стандартов Никаких мыслей о том, чтобы перекраивали нашу историю Вот и подошел к концу этот знаменательный день не только для Нижнекамска, но и для всего Татарстана Теперь бойцы отдельного 80-го лыжного батальона навечно будут захоронены на своей родной земле А их родственники смогут приходить на братскую могилу и отдавать памяти Кирилл Темников, Власть Семагин, Роман Мальцев, НМЕДИА Вы смотрите итоговую программу недели Телефон нашей горячей линии 377-300 Для тех же, кто присоединился к нам только что Я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамской не только Вы можете найти на сайте медианк.нх.ру, а также в группе ВКонтакте Я же передаю слово Евгении Смоленковой Она расскажет о последних событиях в промышленном секторе Здравствуйте! Прямо сейчас значимые новости производства В Москве на международной специализированной выставке Пластмассы Каучуков Интерпластика 2020 Нижнекамск нефтехим удостоен диплома за широкий ассортимент И высокое качество представленной продукции По приказу генерального директора Начали увеличивать с 1 сентября 2018 года Полвека плодотворной и качественной работы С момента запуска производства ТИБА На площадках Нижнекамск нефтехима прошло 50 лет Он как бы под одним началом, как и со начальством Поэтому в этом отношении большой плюс Два года Центр по ремонту оборудования Поддерживает бесперебойную работу производств Нижнекамск нефтехима Электронное оборудование, электронные датчики Сейчас позволяет усовершенствовать процесс регулирования Выход на новый уровень На производствах завода стирола и полиэфирных смол Устанавливают автоматическую систему управления Сегодня в Москве завершила свою работу Крупнейшая международная специализированная выставка Пластмассы каучуков «Интерпластика-2020» В 14-й раз в ней принял участие Нижнекамск нефтехим За широкий ассортимент и высокое качество Представленной продукции Компания удостоена диплома Успешно на «Интерпластике-2020» Поработали специалисты Нижнекамск нефтехима На стенде компании были представлены Все выпускаемые виды пластиков и каучуков А также новый марочный ассортимент Например, сегодня компания освоила Производство линейного полиэтилена Низкой плотности для производства Высокопрочных пленок и геомембран Нижнекамск нефтехим мы уже работаем Здесь есть возможность подробнее познакомиться Со всеми видами их продукции И достичь дополнительных договоренностей Представители Нижнекамск нефтехима Провели на стенде более 70 различных переговоров И встреч с переработчиками В этом году на «Интерпластике» Мы сфокусированы на мелких и средних переработчиков Сегодня государство и банки Предлагают выгодные условия для их создания И нам необходимо поддержать Выборы их марочного ассортимента В выгодных условиях И стабильными поставками сырья Организаторы выставки отметили Татарстанского производителя дипломом За широкий ассортимент и высокое качество Представленной продукции Проводить капитальные ремонты И поддерживать бесперебойную работу оборудования Задача непростая Однако с ней вот уже два года Исправно справляется Центр по ремонту оборудования Нижнекамск нефтехима Это подразделение в компании Было образовано ровно два года назад За этот, казалось бы, небольшой срок Центр успел зарекомендовать себя Исключительно с положительной стороны На днях наша съемочная группа Побывала в стенах этого значимого Для всей компании объекта Центр по ремонту оборудования Нижнекамск нефтехима Был образован в 2018 году С целью совершенствования структуры управления И снижения заводских затрат В себестоимости продукции На сегодняшний день в его штат Входит свыше 1200 сотрудников Они выполняют множество разноплановых задач Будь то капитальный ремонт Или починка небольшого агрегата Они берутся за дело Однако их история начинается задолго До образования центра На разных заводах были свои бригады Которые занимались и насосами И компрессорами И на некоторых заводах Там работали сторонние организации Еще когда все это разрабатывалось Все вот это организация ЦРО Когда об объединении ремонтно-механических цехов Ну это как бы предполагалось на базе Вот цеха 163 Но потом уже Немного решения поменялось И вот оно Цех 163 в состав ЦРО вошел Раньше до образования ЦРО Каждый завод располагал в своем арсенале Ремонтный цех Сотрудники которого устраняли неполадки На своей территории Однако это было не совсем эффективно Теперь же при создании объединения Работники могут делиться опытом Улучшилась коммуникация Появилось головное управление Для распределения сил между заводами В состав центра по ремонту оборудования Вошли 8 ремонтно-механических цехов заводов А также цех по ремонту турбин и компрессоров После образования ЦРО Ну все равно больше начали как бы работать вместе В займопомощи, взаимовыручка Больше стала Ну как бы под одним началом Как говорится начальством-то Поэтому вот в этом отношении Да, большой плюс Работы очень много Мы занимаемся Выполняем график ППР Оборудование Насосное оборудование Занимаемся чисткой Ремонтом технологического оборудования Занимаемся ремонтом трубопроводов Сварщики у нас занимаются Чисткой теплообменников Гидромагнитуром Ну объем большой очень Несмотря на то, что ЦРО совсем еще молодое формирование Участие его сотрудников в жизнедеятельности предприятия Невозможно не оценить За эти два года они провели свыше 7 тысяч капитальных ремонтов И более 16 тысяч средних ремонтов динамического оборудования Для организации оперативного проведения ремонтных работ В управлении центра была образована собственная диспетчерская служба Работающая в круглосуточном режиме вне зависимости от выходных и праздничных дней У нас коллектив очень дружный Они очень хорошо между собой ладят Помогают друг другу Передают свои знания молодым, которые приходят к нам Они не жалеют своими знаниями Они все время, каждый день Они узнают все новое-новое О производстве оборудования Каждодневно работники ЦРО производят детали, прокладки и ремонтируют оборудование Их силами осуществляется выполнение самых разных задач И поддержание бесперебойной работы заводов Нижнекамск-Нефтехима Иван Рыбцов, Властимагин, НМЕДИА Автоматизация производства – основа развития современной промышленности Ее цель – повышение эффективности труда и улучшение качества выпускаемой продукции При этом она позволяет безопасно эксплуатировать оборудование Производство Нижнекамск-Нефтехима постепенно уходит от старой системы управления Технологическим процессом и внедряют более усовершенствованную автоматическую В эти дни такая работа ведется в одном из цехов завода стирола и полиэфирных смол Подробности у нашего корреспондента Совсем скоро этот цех, можно сказать, перейдет на новый уровень Сейчас здесь налаживают оборудование автоматизированной системы управления технологическим процессом То есть все показатели, которые раньше были на счетах, теперь будут на компьютере Настраивают управление согласно запросам техперсонала для удобства пользования Качество регулирования технологического процесса повысится Имеется возможность сделать расширенное управление То есть так называемая система усовершенствованного управления технологическим процессом Где можно применить модели процессов По которым можно уже с предсказанием регулировать технологический процесс Кроме того, новая система позволяет оптимизировать технологический процесс По нескольким параметрам Например, по потреблению энергоресурсов Плюсов у современных технологий много Электронное оборудование, электронные датчики сейчас позволяют Так скажем, усовершенствовать процесс регулирования И целью службы метрологической на заводе Можно обозначить исключение старого оборудования Переход на новое, электронное, более совершенное Позволяющее более безопасно эксплуатировать технологические установки Ну и соответственно производить более качественную продукцию Автоматизация производства не вытесняет трудовую деятельность человека А только облегчает ее А вот насколько, в скором времени это оценят сотрудники цеха Ильнур Шайдулов работает здесь третий год И очень рад, что вот-вот запустят новую систему Меняют управление Так оно было по счету Сейчас все будет автоматизировано На компьютере Это гораздо удобнее, чем было Весь персонал прошел обучение И с нетерпением ждет запуска Аналогичную систему уже установили в соседнем цехе И за советами по всем тонкостям регулирования Можно обратиться туда Помимо всего этого, по части метрологии На заводе СПС ведется активная работа По выполнению предписаний Ростехнадзора Это замена датчиков на более усовершенствованные Доведение до норм насосов и аппаратов На текущий год запланирована установка анализаторов на нескольких объектах Регина Нурмухаметова, Гузель Вазиева, Властимагин, НМедиа В конце января 2013 года В акционерном обществе запустили производство Стопроцентного 3-иза бутилалюминия Сокращенно химики называют его просто ТИБА Важно отметить, что в России Его изготавливает только Нижнекамскнефтехим Выпуску первой партии предшествовала огромная работа Сотрудники лаборатории НТЦ Совместно со специалистами Московского государственного научно-исследовательского института Вели разработки на протяжении нескольких лет Успешная работа позволила компании Отказаться от закупки ТИБА за рубежом И полностью перейти на собственное производство Это стало огромным достижением акционерного общества В рамках программы импортозамещения Сегодня выпуском данного продукта нефтехимии Занимается завод олигомеров и гликолей У нашей съемочной группы появилась возможность Своими глазами увидеть, как изготавливают 3-иза бутилалюминий Этому цеху в мае исполнится 30 лет В 1990 году здесь получили первую тонну 3-этилалюминия Коротко – ТЭА А в 2010-м в цехе было организовано производство ТИБА 3-иза бутилалюминия С использованием существующего оборудования Промышленный выпуск концентрированного ТИБА Освоен в январе 2013 года И именно эта дата сегодня в центре внимания Этот продукт служит сокатализатором То есть компонентом для ускорения химической реакции Применяется производство каучиков Отправляем в контейнерах завод СКА И завод Пластик Завод СКА большие контейнеры 8,5 На пластик поменьше тонны 800 Эта установка единственная в России По выпуску концентрированных катализаторов ТЭА и ТИБА Цех постоянно развивается Четыре года назад здесь был организован Узел загрузки продуктов в передвижные контейнеры Для двух заводов Синтетического каучука и пластиков Взамен немецкого катализатора Так были закуплены 5 новых емкостей и автопогрузчик Смонтированы электронные весы Все это позволило усилить промышленную безопасность Несмотря на то, что цех относительно новый Модернизация не обходит его стороной Первоначальная проектная мощность была 400 Уже в 16-м году, в 17-м году уже вышли на проектную мощность После этого уже по приказу генерального директора Начали увеличивать с 1 сентября 2018 года Мощность выпуск ТИБА Для этого насосы купили, отдельные насосы Некоторые трубопроводы изменили В результате модернизации сегодня работники цеха Могут проводить процессы синтеза и перегонки Одновременно на двух реакторах Это позволило сократить время на выпуск одной партии на 7 часов Рамиль Давлетшин трудится в цехе уже 30 лет Он непосредственный свидетель всех преобразований Киповские приборы поменяли очень много Блокировки очень много И вот основной переделали Чит управления Раньше все чит управления было на чите А сейчас на компьютере, скажем, более удобные Автоматика хорошо работает А вот последнее новшество Компьютеры, тренажеры Благодаря разработанной программе Любой сотрудник может проверить свои навыки Нам недавно установили компьютеры учебные Где мы проверяем знания по пуску и останову И по плану ликвидации аварий Кстати, одно из преимуществ производства в том, что оно не приносит вреда экологии Наш секс, скажем, вообще безосходное производство, можно сказать У нас только остается шлам Небольшое количество после проведения реакторов синтезов После очистки И все это по линии У нас есть шламовые емкости И мы перегоняем соседний сек, где есть удел утилизации Стоит отметить, что ТИБА уже на протяжении 50 лет Производят и на заводе синтетического каучука Нижнекамск-Нефтехима Отличаются продукты этих двух заводов концентрацией И именно благодаря своей чистоте ТИБА из завода олигомеров и гликолей считается уникальным по всей стране Решение запустить схожую по назначению установку На заводе олигомеров и гликолей Было принято, чтобы исключить закупку этого продукта У зарубежных компаний Евгения Смоленкова, Гузель Вазиева, Влас Семагин, НМедиа На этом у меня все Я передаю слово своему коллеге Айрату Салимову В этом году Россия празднует знаменательную дату 75 лет победы в Великой Отечественной войне В Татарстане по случаю приближающегося праздника Стартовала акция «Марш памяти», который не обошел страной Нижнекамск По всему городу проходят различные тематические мероприятия На этой неделе в кадетском корпусе состоялся торжественный старт республиканской акции Туда съехалась молодежь из разных городов Татарстана Мы не могли пропустить такое событие Чтить память и учиться на примере своих предков Вот девиз состоявшегося на этой неделе мероприятия в Татарстанском кадетском корпусе Так 29 января в Нижнекамск приехали представители агитбригад из разных уголков республики Набережных Челнов, Елабуги, Бугульмы и других районов Участников объединила республиканская акция «Марш памяти» По этому случаю каждый коллектив подготовил небольшой концерт на тему Великой Отечественной войны Нашим гостям, поисковикам, поисковым агитбригадам, которые довели до слез Которые раскрыли нам еще героические страницы нашей истории Истории Великой Отечественной войны Дети войны, учителя Также на мероприятии в кадетском корпусе присутствовали ветераны боевых действий Военные в отставке, поисковые отряды, агитбригады, учащиеся Представители администрации города и учебных заведений Во-первых, я бы хотел поблагодарить устроителей вот этого мероприятия Подготовлено очень хорошо И вот я обратил внимание на то, что практически, практически Ведь в такой аудитории, в такой большой аудитории, когда даже происходят концерты Есть шум, шевеление, весь зал как будто бы замер Больше всего мне понравилось о том, как наши русские учителя теряли Своего духа и они продолжали учить таких прекрасных учеников Также из-за их стараний получились очень отличные наши замечательные ученые Которые смогли полететь в космос и сделали много различных открытий В этот же день открыли музей оружия и одежды боевых времен Здесь и отреставрированные ППШ, пулеметы, винтовки, гранаты и многое другое Каждый желающий мог ознакомиться с историей выставленных экспонатов И их применением в боевых действиях Выставка приурочена для молодежи, чтобы они помнили историю, знали историю Мы рассказываем про форму, про оружие для тех, кто хочет об этом знать К нам подходят, попрашивают интересующие их вопросы, мы на них отвечаем На сегодняшний день в Нижнекамске идет активная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Почти закончилась реконструкция самого монумента Стартовала акция «Сто дней до Победы» В музеях города организованы выставки военных лет Иван Рыбцов, Марина Чернышкова, НМЕДИА На этом у меня все Наши материалы и просто горячие новости Вы можете найти на сайте www.mediank.ru и в группе ВКонтакте Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций Или у вас есть интересная информация, которой вы хотели бы поделиться Звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00 Программа Вела Ира Цалимов, до встречи в эфире Всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»